МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, достаточно банальная история. Меня пригласил бывший генеральный директор театра драмы Вячеслав Алексеевич Квоздков, ныне, к сожалению, ушедший из жизни. Я к нему пришел с просьбой попробоваться в драмтеатр. И достаточно банальная вещь. Он говорит, давай попробуем, я тебя беру на один месяц, мы с тобой работаем. Если ты нам подходишь, замечательно, мы остаемся вместе. Если мы не подходим друг к другу, то без обид, без всяких претензий мы прощаемся друг с другом. Я говорю, ну ладно, давайте попробуем рискнуть. И вот мы рискуем уже пятый год. Скоро будет пять лет, как я нахожусь на сцене драмтеатра. Я сам, когда пришел в театр, спасибо огромное моим старшим коллегам, которые помогали во всем. Если у меня что-то не получалось, я мог позвонить в понедельник, а это наш выходной законный, мог позвонить, попросить прийти на внеочередную репетицию. Мне ни единый человек не отказал. Все приходили, понимая, что это нужно для общего дела. То же самое сейчас молодые ребята, которым нужна помощь, там, вот в новый спектакль. Мы приходим и с ними вместе это делаем. Потому что это наше общее дело. Мы проводим и в театре, да без преувеличения большую часть своего времени вообще в сутках. То есть кто-то бывает там пять часов, а кто-то, простите, и двенадцать и больше часов в театре проводит. И, соответственно, вся эта атмосфера, которая находится на сцене, и уж тем более за кулисами, она влияет на твою работу. Потому что, когда у меня роль, где я должен любить свою партнершу, и если за кулисами я ее ненавижу, то никаким образом любить на сцене я ее не смогу. Глаза будут выдавать, жесты будут выдавать, все тело будет противиться. Поэтому у нас потрясающие отношения внутри коллектива. И, слава богу, не зря вот такая высокопарная фраза есть, что мы семья. Мы действительно семья, и в этом нет ничего такого зазорного. Мне приятно быть членом этой семьи. Но это заслуга, наверное, прежде всего, Вячеслава Алексеевича Гвоздкова, потому что я попал в этот театр при нем. И он, понимаете, не зря у него есть такое закулисное прозвище «Батя». Вот оно было всегда и есть до сих пор. Мы вспоминаем, когда о нем сейчас, мы вспоминаем и говорим, давайте не вспомним не Вячеслава Алексеевича Гвоздкова, давайте вспомним «Батю». И когда говоришь об этом человеке, вспоминаешь сразу то, что что бы ни происходило у нас на репетициях, что бы ни происходило на спектаклях, ты всегда мог ему позвонить, всегда прийти к нему с любой своей бедой, радостью, и он всегда ее разделял. Он никогда не умел врать, он не умел притворяться. Если ему нравилось, он действительно, ему это нравилось. Если ему не нравилось, он говорил это прямо. И в этом, мне кажется, великолепная черта этого человека. Вот наш батя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова